привет друзья с вами снова марк рыбак и смена и сегодня я хочу сделать наконец-то такой уже обучающий урок по фотографии я немножко увлекся обзорами всякой фототехники и сегодня мы поговорим о том как снимать да в данном случае о том как снимать пейзаж то есть мы обсудим с вами какие-то советы по времени обсудим советы по инструментам композиции которые вам помогут в этом процессе а также мы обсудим какие объективы лучше подходят для съемки пейзажа и вообще как подготовиться к пейзажной съемки и как лучше вообще это все сделать давайте начнем для меня лично пейзаж жанр очень сложный по той простой причине что мне очень тяжело передать пейзажи ощущение пространства то есть вот всегда там выходишь крайне на берег реки или там на берег моря или где-нибудь в лесу даже когда это очень красивое время года когда это мои любимые синие листья все равно я вижу картинку она мне нравится она как бы симпатично снял плоский блин снял плоский блин то есть это все потому что в пейзажи вот эта передача пространства она гораздо сложнее работает потому что объем пространства большой да чем там в каком-нибудь портрете или в каком-то другом жанре поэтому какие советы совет самый главный это время то есть пейзажи важно два вопроса время и место да и время даже бывает важнее чем место то есть фотограф пейзажист как мы всегда говорили когда обучались нам учитель говорил спит днем спит в полдень да потому что утром рано он на рассвете в съемках и вечером на закате вам съемках поэтому самые самое классное время для съемки вот такого пейзажа ландшафтного до пейзажа природы это либо утро ранее либо это вечер когда у нас происходит закат почему утро настолько утро даже более важно чем вечерний закатный какой-то вариант потому что утром происходят какие такие состояния природы которых даже вечером не бывает да то есть это туман это роса на траве на каких-то на листьях на деревьях да и самое главное это все происходит там если дело идет происходит летом то это 45 утра что нормальный человек обычный он в это время спит и просто он ничего этого не увидит потому что он просто не встанет и не пойдет куда-нибудь в лес в это время и таким образом мы сможем удивить зрителя то есть даже какое-то самое не интересное по вашему мнению место то есть какой-то парк возможно возле вашего дома в 4 утра выглядит довольно круто если там стоит туман если светит солнце в контровике то есть поэтому вы можете даже просто сделать эксперимент то есть встать вот в это время и пойти поснимать где-то в каком-то знакомом для вас месте и вы увидите что она выглядит совершенно по-другому то есть вот этот туман например это такой инструмент композиции который называется воздушная перспектива то есть за счет вот появление тумана воздух начинает обретать визуальность какую-то то есть воздух становится видимым и это рождает вот эту глубину пространства это очень здорово так что очень вам рекомендую потом какой еще момент если говорить о пейзаже то очень важно и очень круто когда у нас есть переходы между ненастной погодой и ясной погодой то есть если у вас весь день идет дождик то скорее всего к вечеру начнут прорываться вот эти облака между ними появятся просветы туда будут светить солнечные лучи это будет очень эффектно выглядеть плюс еще будет закат и все это будет очень интересно то есть тоже очень советую следить чтобы то есть в пейзаже какое понятие есть про небо у фотографов пейзажистов то есть есть понятие есть небо нет неба что значит нет неба небо это либо чистое то есть вообще нет облаков то есть нет никакой фактуры на небе это просто вот плоский блин да либо наоборот все затянуто облаками, тоже оно абсолютно там белое, светлое получается, тоже небо неинтересное. То есть, интересно, когда на небе есть облака, когда какая-то желательно переменная облачность, тогда небо у нас рабочее, тогда мы можем его использовать в нашем пейзаже. Потом желательно, конечно же, чтобы у вас было несколько элементов природы. То есть, что это значит? Это значит, что желательно, чтобы был какой-то водоем. Если у нас есть водоем, что нам дает водоем? Водоем у нас отражает как раз небо. То есть, если мы снимаем вот во время таких мощных контрастов, как закат или рассвет, то получается следующее. У нас небо яркое, земля у нас темная. И в таком случае нам приходится выбирать либо мы получаем нормальное красивое небо, но темную землю, либо наоборот, мы хорошо экспонируем землю, но у нас небо получается абсолютно белым. Здесь, в этом вопросе, как раз водоем здорово решает эту проблему. Он просто отражает небо. За счет этого водоемы всегда... Это большой плюс в съемке пейзажа. То есть, если вы начнете смотреть пейзажи, то очень много пейзажей снято именно где-нибудь на берегу озера, на берегу моря, на берегу реки, когда у нас есть какой-то водоем. Еще какой совет. Фотографы, пейзажисты, они обычно такие люди немножко мизантропичные, да, которые не очень любят общаться, не очень любят большое количество людей, а любят как раз уединение, природу и так далее. То есть, я к чему вам это говорю? К тому, что если вы думаете, что можно взять пейзаж, снять это, купить там путевку у вас, куда-то привезли, поставили, сказали, вот классно, вы нажали кнопку и получили пейзаж, что так не выйдет. То есть, чаще всего фотографы, пейзажисты, которые получают хорошие результаты, это люди, которые любят уходить в лес, одни, с палаточкой, да, и так далее. Тут возвращаемся к вопросу про место. Очень частая история, мне вот мои друзья рассказывают, когда место есть, время не то. То есть, человек шел-шел, нашел место, место классное, красивое, ну, например, полдень там, или три часа дня. И время совершенно не то. То есть, человек просто что делает? Он ставит палаточку, там, разводит костер, кипятит чаек, и ждет, пока вот придет, там, пять или шесть утра. То есть, фотограф-пейзажист, это достаточно такой человек, это определенный склад психики, определенный склад ума. Не каждый на это способен, не каждый будет этим заниматься. Что касается объективов. Традиционно считается, что для пейзажа лучше всего подходят широкоугольные объективы. Это действительно так, потому что они сбирают очень большое, у них широкий угол, и они помещают в себя очень большое пространство, да. Но, если мы говорим широко о жанре пейзаж, то далеко не все снимки сделаны прям на широкий угол. Конечно, если вы хотите снимать пейзаж, то вам нужен широкоугольник, но есть снимки, которые сделаны на полтинник, есть снимки, которые сделаны, например, на даже длиннофокусные объективы. Одно могу сказать, что в пейзаже не так уж важно, чтобы у вас была супер дорогая оптика. Чаще всего вы можете прикрыть диафрагму, и любой объектив там на диафрагме 5,6 или 8 дает очень хороший результат. Поэтому, может быть, сильно много денег на объективы тратить здесь и не стоит. И последний совет по поводу, опять же, композиционного построения пейзажного снимка. Это очень важно. есть такой инструмент композиции, как разделение на планы. То есть, чтобы у вас в кадре был передний, средний и задний план. Когда мы получаем три плана, тогда у нас нашему зрителю становится легче простраивать глубину пространства внутри своего сознания. Тогда ваша картинка становится более объемной. То есть, что это значит? Это значит, что старайтесь помещать какие-то объекты на передний план. Может быть, даже они будут не резкие, там неважно. Может быть, резкие объекты на второй план, на средний план. Ну и понятно, задний план у нас всегда так или иначе получится, потому что это будет фоном. То есть, у нас либо два плана, это наш объект и фон, либо три плана, когда еще на передний план мы что-то помещаем. Поэтому, вот такие советы. подумайте об этом, если хотите заняться именно пейзажной съемкой. Сегодня с вами был Марк Рыбак. В описании есть все мои контакты. Можете заказать мои услуги, консультацию, съемку. Можете купить мой учебник «Фотография для начинающих» или наш мерч. Обязательно подпишитесь на канал. Серия «Как снимать» будет продолжаться и вообще будут еще уроки по съемке и не только обзоры. Включите колокольчик. До свидания.